Все, теперь, короче, я еду. Маршрут у меня будет очень сейчас интересный, такой вдоль моря прикольный. Видите, и Ницца будет, и то у меня, как бы, такой интересный будет маршрут. И поеду я такими городами прикольными, вот как Ницца, я полностью буду ехать там, где люди отдыхают. Вот, Ментон объеду, вдоль моря, короче, буду идти, и на Савоне буду уходить потом, и в Италии через Савон, ну, все как положено. Ну, как бы так. Курсирую 400 верст пустым на загрузку на Италию, 430 на пусто еду. Загрузиться здесь просто нечего с Франции, с Марселя особенно, здесь вообще практически ничего грузить. Так, так всегда. И парень еще возле меня стоял, тоже он выезжал, говорит, блин, такая же тема, ему тоже 400 верст на Италию пустым, потому что здесь грузиться нечем в Марселе. Говорит, во Франции особо. Здесь тоже не так, свой парк у них сильно большой, хватает, что возить. Все, еду, идти по ямкам, как положено, курсируем дальше. Уезжаю город Канн. С левой стороны, с правой, это Канн. Еду. Канский фестиваль здесь проходил. Ну, видите, его просто не видно на сегодня, только пальмы такие вот, на двусторонку деле. Точнее выезжаю с Канн с этих, так толком ничего и не видно с этих Канн. Ну, там море за горкой, конечно, может, дальше будет видно. Здесь надо смотреть, чтобы, ну, радары сильно здесь очень внимательно. Как такое может подъехать к Бранке и она сломаться? Вот как? Да только у меня такое может быть. Куча машин подъехал, я подъехал, она передо мной сломалась. Ужас. Конкретный ужас. И пробка создавайся. Город такой. Это Монако, это тоже, но вот я сейчас проезжаю в Монако. Прикольный такой городок. Море. Конечно, жарко здесь очень сильно. Я проезжал, видел. А теперь начались туннели между Ниццей. Буду ехать, тут сейчас до Ниццы, тут туннели пройду и море потом начнется. Здесь надо аккуратно включать радар. По обездной Ниццы. Объезжаю ее. Сейчас опять туннели целые, конечно, куча. Особо не могу, что и заснять даже. И красиво, и толково. Вот это, конечно, единственное меня кумарит, блядь. Когда вот так вот кто-то пытается обойти, но не может. Но пытается. И вот это 15 минут он обходит. Конечно, вот это кумарная тема. Ницца сама такая красивая, городок такой в Ницце. Давай, давай, бордяга, давай. А ты отпусти немного, дай ему проскочить этому словаку. Заходи, друг. Я обойду по-быленькому. У вас обеих шнурков газированных. Путоциклисты еще гоняют. Горная местность какая-то началась. Где-то море потерялось, я хотел, Димчик. Может, стану где-то получится покупаться на море. Я бы стоянку нормальную. Плочный он. Автобус обгоняю. Крыши. Без крыши, вернее. По горам в педневозе. Показываю, где и как. Вот второй такой же шнур. А, только три едет. Это вообще разобранный. Давай, давай, бордяга. Ты пошел, пошел. Наконец-то я увидел море. С гор этих высоких. Вон оно, здоровое такое. Это далеко-далеко. Плоховато телефон не передает, конечно, этой красоты. И не передает. Очень красиво здесь, конечно, в Ницце. Это Канны. Это все вообще непредсказуемая красота. Я залечу в туннельчик. Там город вон снизу. Ах. Не передает камера. Красиво там. Аккуратно здесь надо ехать. Ай, тем кофе. Знак стоит, обгон запрещен. Итальянцам они везде так ездят. Ну, вот только что смотрел на пляж, тут проезжал, там видно не было. То людей, как бы я не сказал, что сильно много там на пляже будет. Не сильно. Красиво. Такой туннельчик. Залетаем. Здесь получается такой переход именно. Странный именно. Раз, я здесь не ездил. И ты уже, короче, в Италию заехал. Уже Италия пошла. Капец. Надо пристать работу открыть. Туннелями ты проезжаешь. Встать негде. Вау, какая тут красота. Конечно, телефон не берет этого. Ну, блин, было красиво. Встать нашел, как вообще. Ну, клоун именно вообще. А, он сломался, видимо. Видимо, да. Опять туннель. Все. Первая брамка здесь вот выехал. Так, надо заехать работу, открыть. Возле этой яхты стану быстро работу, открою, поеду дальше. Так, что там пропустят меня кто-то или нет? Открывается. Какая-то немножеченькая дорожка такая. Так. Шонбаум покрылся. Открывается. На обычный. Так, погружаем аккуратно. Дай мне проехать. Какие горы тут. Сейчас буду искать паркинг уже где-то. Вот такая красота, ребятки. Опять, да, в море такое именно видно. Не видно именно берега там. Далеко-далеко, не мало. Красотища, конечно. Но камера берет этого всего, мало. Обзора. А тут вот городок такой расположился. Я хотел заехать, стать, сфоткаться, но там реально некуда заезжать. Порвали все, что только можно на автогриле. Даже выезд разорвали. На пляжу вообще никого нет. Людей нет вообще. Вон там еле-еле что-то есть. Да даже нету никого. Даже он не видно. Немаленько. Море красивое. Цветами разовые. Сама здесь красивый пейзаж этой трассы. Ребята все любят сюда ездить, потому что очень красиво здесь. Вот такие виды. Не спорю, конечно. Красота. Здесь такой городочек. Там море, а здесь горы. Красиво так вот. Прямо над туннелем хатовым. Шланги сатуре лежат. Видно, огород поливал. Выскочил с туннельчика. Мост такой здесь красивый. Да. И вот сюда буду ехать. Огонь. Заеду. Может здесь будет место. Ставить на нормальный парк. Чтобы пойти в душ. Я вижу таких желающих, как я. Сюда уже затулилась и нормально. Но уже еще будет. Хотя время не позднее. Ставь паркинг туда. Стал здесь возле стеночки. Отлично так. Потому что мне выезжать в 4 утра. Чтобы никто мне не мешал. Все. Встал на пол. Такой вид у меня спаркинга. Моего. Конечно, вид зачет. Красотища. Ну, правда, жарко. Море. Вижу море. А покупаться я не могу. Далеко сильно. Клево. Ладно, иду отдыхать. С другой стороны, такой вид, ребята. Паркинга. Фуры. Вон, морг такой мощный. И грязь итальянского. Видите, как в Италии? Ну, все блогеры снимают, как здесь классно в Италии. А я покажу, как здесь все такие еще пробелы интересные. Так, грязь кругом. И так все есть. Воняет здесь. Ну, вот это нормально. Все, иду отдыхать. Короче. В 4 утра буду уезжать. Где-то в 3.30 стану. Так, поеду. Утро. Я поднялся. В этот раз я стою и еду в 4 утра уже. Но все еще спят. Мы работаем. Наша элитфирма трудится раньше всех. Вот так вот. Все, короче. Стартую. Умылся, почистил зубло. Вчера побрился. Короче, офигенно здесь душ. Привез я в порядок. В путь. Отспит еще. Весь. А я еду. Итальянцы вон контуженные обходят вообще. Знаки им все равно. Город Савона. Вот она. Прямо здесь паркинг. Прямо на берегу моря. Правда, ночь не видно ничего. Ну, что это сделаешь? Еще люди спят. Готовьтесь съехать. Савтомагистрали через 3 дня. Вот этот паркинг савоны, который на берегу моря. Пацаны встали. Кого на паузу сейчас? Сейчас пятница. Кто-то уже может и встал до понедельника. И тут море сразу. Огонь, конечно. Как стоять? Вот моя загрузка. Ого, тут машина уже стоит. Или они просто стоят. Вы достигли конечного пункта. Или они стоят все на загрузку. Сейчас развернусь где-то. Вот моя загрузка с левой стороны. Вы прибудете в конечный пункт через 100 метров. Смотрите. Магазин, офис. Или здесь просто они стоят, потому что у них загрузка справа. И притормывались. Либо они действительно стали тоже, приехали на загрузку. Здесь равай целая. Вот такие дела. Гертека две машины стоят поисками. И Романьяка, конечно. Фирма не загрузится будет. Она еще закрыта. Вот тогда попью кофе. Здесь все забито машинами. Капец. Я думал, я первый буду. Оказывается, нет. Я уже раз, два, три, четыре, пять. Ну, уже шестой. Всего лишь семь утра. Капец.